Бога прийти, и тогда будет ангел послан, который скажет, иди, там Петр молится на крыше, а дальше он придет, будет говорить, вот какой порядок-то. Корнилий был очень благочестивым, но не спасенным. Дальше нужна личная встреча во Христа. Когда ты понял, что ты умер, и спасения нет, ты возобил Богу, Господи, я пропал, спасти меня. И он говорит, спасение невозможно, потому что ты умер. Возмездие за грех смерти. Это коронный стих. И чтобы с тобой Бог заговорил, знать должен Слово Божие. И вот через это Слово Божие вы здесь все пришли. У нас община необычна тем, что люди пришли через личное уверование. Это в православии вообще вещь невиданная. Через личное принятие Христа. И эти слова, слово личное принятие Христа, уверование, я все это получил, я сам обратился у баптиста-пятьдесятников. Я не скрываю этого. Но я никогда ими не был. Я, находясь там, молился, крестное знание совершал, хотя четыре месяца у них проповедов с капитры. И они все время меня звали, прими у нас крещение, будь наш. И все знали, что сегодня у нас православный брат проповедует. Это Бог так сделал. Не то, что там мы православные протестанты или какие, мы православные. Мы хотим быть послушными голосу церкви. Но здесь требуется признать, что я погиб, погиб окончательно. И мой грех взял на себя Сын Божий, вот Агнис Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие Теан 1, 29. И он понес. Без пролития крови нет прощения грехов. Он, Сын Божий, умер за меня. Верующий в Сына Божий имеет жизнь в вечер. Вот два пункта. Ты их можешь себе отобразить. Вот день, когда ты обратился. Да я был в верующей семье, я постепенно, и православный некоторые говорят. Ну, а у меня батюшка священник, он мой отец, я с детства верующий был. Начни сначала. Написано, Моисей, придя в возраст, предпочел, называется кем? Чтобы, а не иметь временное греховное наслаждение с египтянами. Придя в возраст, возраст может быть и 7 лет, и 14 лет. Я в Песе пришел в 7 лет. Принес истинное покаяние. Покаяние это смертный приговор самому себе. Это полный поворот в другую сторону. А не так, я помаленьку тут взял, научился ходить, научился одеваться, свечки ставить. Все это не отрицается. Но не забывайте самое главное. А дальше, дальше, ну ждать надо. Ну немножко, подожди, ну день, два, чтобы 50-ти совершилось. Господь говорит, что Иоанн крестит, Иоанн говорит, я крещу водой, но придет другой, будет крестить духом. Иные говорят, это так называемая гласстолария, говорение на иных языках. Она может и не проявлять, потому что во времена Иринея Леонского уже все это потухло. Почему? А на всех языках уже люди разговаривали. И сегодня это в абсолютном большинстве, может, 99-90-х, эти проявления бесовской силы. Одержимость бесовская. Мы понимаем крещение духом святым, это полное доверие Богу, жизнь во Христе, постоянной молитве, смирение. Смирение – основное качество. Христианина. Сатана терпеть не может этого слова. Покорность голосу церкви, святым отцам, канонам церкви, житьям святым и духовному своему отцу, если он духовно рожденный. Смотри, чтобы вместо духовного отца волка не избрал. Мне нравятся слова, которые говорит Кирилл Иерусалимский. Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне. Я думаю, в России ни один священник сегодня не скажет этого. А я это постоянно вам повторяю. Не верьте мне. Мои слова проверяйте по Слову Божию. Если они не сходятся, не верь мне. А если сходятся, ты не меня осушишься, а Бога. Мы сразу возводим человека на другую ступень. Жизнь в Духе Святом – это значит уметь правильно молиться. Я об этом нигде не считал, но Бог дал мне это понять, положил мне, что молитва трех ступеней. Первое – это все люди мира молятся Ею. Когда громушка дарит, щукарь говорит, тогда натурально крещусь. Это просительная молитва – дай, помоги, спаси, извлечись, сохрани, дай. Там мусульмане, буддисты, сектанты все. Второе – это возвышенная уже в Духе Святом благодарность Богу. Благодарите за все. Ну как не благодарить, когда я что хотел, хотел за кого замуж, за того и вышла. Вот хотел быть богатым стал. Не об этом речь идет, только не об этом. А о том, что, как я вам сказал, неужели за доброе Бога будем благодарить, а за злое не будем. Меня некоторые вот сейчас утешали. У меня несколько дней закрыта была страдица. Ну, в мой уровень называется Mail.ru. Мой мир. Отец Игнатий, вам не надо говорить это. Это сектанты говорят это. Батюшка, отцом называем. Вы знаете, что даже вот это вот, вот неприятность, она вам во благо будет. Да знаю я это, знаю, я жду, что через это будет. А через это вышел материал. У меня два материала я написал за это время. Сейчас нужно только в Mail.ru отослать. Отослать. Я уже его вчера же заслал всем. Может кто-то еще пошлет. Но наши должны это сделать. Чтобы они туда внесли. Под спам друзья не могут попадать. А если я ему не нравлюсь, он мог бы нажать и выйти. А если он нажимает, чтобы туда в администрацию не поступало сведения о спаме. Никакого нет. То есть массовая рассылка. Это друг. Он случайно попал. Нам Бог так многое дал. Мы многое за эти годы получили. И многое потеряли. Самое главное, мы потеряли людей. Я вот размышляю об этом. Вот у нас была такая любовь Ивановна Яговитина. Вы ее знаете. Вот посмотрите, какие шторки. Это ее руки. Не она принесла шторки? Она. Да мало ли что она сделала. Она ушла. Они всегда молитесь. И когда увидите, воздайте благодарность Богу за нее. Есть люди, которые как бы не бывшие. Вот пришли и ушли. Вот я могу называть. Могу не называть. Вот Шамко и Лена там. У Славы жена. Как будто их никогда не было. То есть никакого следа нет. А сам Слава. Он первый вышел на торговлю книг. Выходить с книгами там. В драмтеатру. Он такой активный был. Ну а потом пошел другим путем. Это уже другая серия. Но то доброе мы должны. Вот у нас была тут Наташа. Приходь-ка. Мы в лагере. Ну хотим, не хотим. У нас так получалось. Куда не пойдем, ребята. Эх ты. Наталья садила. Вот замерзла там. Лепиха. Теперь как это? Опять повернулись где-то в лагерь. Это вот она тут делала. Надо подправить. Виноград. Опять розы. То есть куда ни кинь везде. Ее рука, рука, рука. Почему она трудилась? Вот чтобы по этому нас вспоминали. Вот я вижу, у меня там комната обклеена. Там полки где-то. Она не делала полки. Я делал. Но она там жила. И я делал по ее указанию. Они все мне не сгодились. Я для себя их делал. И важничка, и все для себя. Ее пальцы буквально везде прикасались. Чтобы она вспомнила вот так. Как я вспоминаю Анталье Николаевне. За что? За труды. Не за то, что она такая общительная, красивая, коммуникабельная, самоотверженная. А то, что она все время была в труде. Она и красила, она и шила, строчила на машинке. Она обихажила и горшки выносила. И все. В лагере держалась буквально на ней. А Бог дал, сейчас у нас ее нету. Дай Бог ей, говорят, здравия и душевное спасение. Но новые люди поднялись и работают. Приезжает Лена Сокольская. Ну, более молодое поколение. Приходит. И вы это берите пример и тоже старайтесь сделать. Нам многое Бог давал. И что-то мы не удержали. Я не знаю. Может быть, наша вина. Вины пока никакой нет. Просто человек встал и ушел. Но не по пути. Вот была такая у нас тут. Она, я не знаю даже как. Фамилия-то, вы знаете, где это у нас. Польгуева-Надежда. Это была она тут. Да, вот. Там ходила Людмила, как она, не придворва какая, не могла поститься. В очках была. С вами знакома была, близко знакома. Упорова. 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 Упорова, да. И бывает в царских палатах. Я в конце вселенной проник. Слово Божие. Вот тебе лапка. Мы сегодня подводим этому итог и о будущем говорим. За это время мы собирались в разных местах, в городе. И нам негде было. У меня был дом, там квартира, которая сгорела. Никитина, 147, квартира, один второй этаж, старенький дом деревянный. Потом мы у Бруяка собирались. Дай Бог ей душевного спасения, Татьяна. Она привитила нас. Соседи там, предприниматели. Ну, мы были, молились. И вдруг Бог дал нам вот, где мы сейчас находимся, Ползунова-6. Это удивительно. Чудное дело сделал Господь. За это время у нас вышли многие труды. Вот отдельно 14 трудов. Такие газетки. Покаяние, хрещение. 14. Они все вошли к истинному православию. Это вот у нас книга. Вот это вот. Плотную, покажи. Вот посмотри. Это у нас второе издание. В три раза мы увеличили тираж ее. Я почти 40 лет собирал на нее материалы. Эта книга, ну, я не знаю, у кого ее нет. Те, которые то ли разобрались, не разобрались, архиереи, говорят, она должна быть настольной книгой священнослужителей. Когда они ей говорят, я говорю, он ее не читал. То есть мне бы, ну, я, конечно, радуюсь, что ко мне такие известия. Наш архиерей, говорю, сказал, чтобы у каждого священника были эти книги. Я думаю, не читал он. Хорошо-то как. А может, кто-то еще будет читать. Нынче первый раз приоткрылась дверь для самой трудной моей книги, передавшейся с большим трудом симфония на неканонические книги. Сразу в один месяц шесть экземпляров запросил Татарстан. Настолько удивительно. Все получили. Я один ничего не сделал. Создан у нас был сайт. Сайт. Не забывайте, что у нас необычная еще памятная дата. Первое воскресенье февраля. То есть через две недели, ровно через две. Через 14 дней у нас будет этот день. Значит, сестра Юлия, наказ Женю Клейменова найти, чтобы он предстал. Дальше. Кто знает, наверное, Виктор Петеримов, где работал Гавриил? Виктор. Найти его, чтобы он женой своей, Виктория, он нынче женился, был здесь через две недели. Найти. Вот нету Угарину Кубайкину. Она где, на работе? Она болеет. Болеет. Позвоните ей. Кто позвонит? Алигарина. Так, позвоните ей, скажите, чтобы она нашла, запиши, Овчинникова. Овчинникова, благодаря которому я встречаюсь с Бавариным, потом мы все вместе приезжаем, смотрим этот дом, оформляем и прочее. Он такую роль сыграл здесь. Вот это благодарственное письмо от Баварина, это его работа. Баварин подписал только, он меня не знал. Но написал все как надо. Он был его советником, мэра города. Это один из так называемых афганцев. Владимир Петрович Овчинников. Найти его, он многократно уже обещал прийти. Найти бывшего директора резино-технических изделий завода РТИ. Найти его. Анатолий Петрович Хромов. Как угодно найдите. Пригласите его сюда. Дальше. Большую помощь оказывала Валентина Николаевна Артеменко. Вот здесь вот как идешь, предприятие есть такое, тканями торгуют, валер. Найти. И бывший главный банкир, я его называю, Песоцкий Владимир Пелимонович. У меня его телефон есть. Его легко можете найти где-нибудь. А, так ко мне обратитесь. Управляющий. Он был в Потеряевке. То есть, кого я так мог припомнить, которые живые, я бы пригласил, если могли бы найти прокурора края бывшего, Пороскуна, Юрия Федоровича. Он очень много сделал для нас. Прикрывал нас. Помогал, что в комиссии ехали, там землю получали, по Потеряевке в основном. Потом его сняли. Ну, там, было дело какое-то. Ну, не важно. Для нас он остался тем же самым. Дорогим и близким. О ком я говорю, вы не можете для них ничего сделать, хотя бы молитесь. Благодаря этим людям мы можем собраться в теплом месте. Вот здесь. В центре города. Эти люди не просто механически пропустили нас. Они приняли самое теплое, живое участие в нашей, как говорят, судьбе. Впереди у нас программа. Я высказываю все то, что касается меня лично. Если меня не будет просьбы, ничего не меняйте. Здесь пока не обсудите на общем собрании. У нас решает не батюшка, не Игнатий. Решает общее собрание. Это епископы, Игнатий сказал этому местному епископу, и говорит, она не говорит ничего, и братья тут не решают. Нет, это там собрание все. И мы вынесем на собрание. Вот любое вот это, что принято, какие правила, незнакомиться в интернете, там невест искать, не там. Это все принято на собрание. И мы коллегиально все это решаем. Значит, ничего не менять. Я вам скажу, что у меня есть одна должность, о которой некоторые даже не подозревают. Я староста. Общий, на начале детского лагеря. Вы можете на мое место избрать любого, когда меня не будет. Но на одну должность, на мою должность, вам никого не избрать. У вас просто нет таких людей. Называется попечитель. Попечитель, это человек, исповедник, пострадавший за имя Христа, прошедший тюрьмы, там, лагеря и прочее. Мне Бог дал великое счастье немножечко пострадать за Христа. Я имею право, редчайшее право, ходатайствовать за отступников, которые отступили. А, дави его, предатель. Он не был там, поэтому такой крутой. А меня давили, меня протаскивали через эти шестеренки, и я теперь тише себя веду. Ой, ребята, не надо, ты еще не знаешь, ты недавленный. Ну, не выдержит человек, ну, простите, ну, какая, он что это делал? Он предал кого-то, не предал. Ну, жертву принес Идоровскому. Ну, существует правило канона, там, 8 лет. Ну, не выгоняйте его. Это немощь человеческого естества. Ты не можешь за него ходатайствовать. Тут не голосование, а что я испытал это. На мое место вам никого уже не избрать. А может, кто-то еще и будет. Кого-то примете со стороны, который страдал за это дело. Дальше. Я отвечаю за безопасность, уже входит в эту должность, как староста-попечитель, за вашу безопасность. Что вы находитесь в этом доме. Чтобы вас здесь не сожгли. Поэтому, прошу, к шторкам не прикасаться, запомните. К шторкам не прикасаться. Пока я живой, а без меня только через общину. Все должно быть закрыто намертво на две шторки. Потому что вокруг везде все хулиганство. Мы здесь пробыли с 97-го года, кажется. И, помилостей Божьей, все живо-здорово. Пока не закрыты шторки, свет не включать. У нас там не нету. Все открыто. Вам это понятно? Поверьте мне, это очень выгодно, полезно. Двери всегда должны быть закрыты, когда вы уходите. Запирайте. Потому что вот соседа, жену убили. Тут пьянство, тут забирают. Тут на днях только милиция сюда приходила, ищут человека. Студента потеряли и прочее. Я вам передаю опыт. А опыт у меня, это уже по Евангелии только. Я иду ровно полвека, 50 лет. Так что, ну это чего-то стоит. Ну и на первом месте благовестие. Мы вот сегодня уже будем обсуждать это. Я вот эту даму. Николай Курчина написал. Вот это взял, снял. Братья, у кого есть машины, просьба сегодня не уходить. Он предлагает следующее. Прицеп по-русски САЗ. 82,993. Вот. Масса, сам он весит 250 килограмм. Брать может 500 килограмм. Вот. Длина его 1,68 метра. 380 сантиметров ширина. И 1,45 метра высота. Ну и цена, я не знаю, это в пределах 50 тысяч войдет. Нет, значит добавим. Сбор делать не будем. Это я поправлю сам. Такая цена для меня богатого человека. Так. Я для чего это говорю? Не ради шутки. Главное средство, как мы говорили, собирайте покупать Евангелие. Нам нигде ничего не дают. Я связываюсь. Алифтина, с тебя вопрос. Ничего нет. Ну, ты успей поворачивать. Это мертвый закрепил на меня не надо. Почаще повторяю. Она связана была. Через кого-то зайдите туда. Витя, ты не можешь через кого-то поискать там гедеоновых братьев других? Это такая организация, которая не баптисты, никому не принадлежат. Они Евангелие издают и потом в тюрьмы везде заносят. А с чего началось? Я про них многое узнал. Я отвлекусь маленько на ту сторону. Два человека сидели в гостинице. У одного Библии есть, у другого нет. И он говорит, а давай мы Библию свою оставим здесь, в гостинице. Это вот с чего началось движение. Они оставили. А потом проходит несколько лет, они говорят, а что если бы сделать так денег, собрать, да Библию-то и знать, да в каждый номер гостиницы-то. И потом пошло. И потом уже стали по всему миру. Речь идет сегодня уже о миллионах людей. И о десятках, может, сотне миллионов, которые воспользуются этим. Гедеоновы братья. Вот и все. Ну, а мы кое-что получали от них. Они спрашивают, какое их отношение. О них разное мнение. Но все говорят, они издают только синодальные издания. Ну, они добавляют маленькое там краткое содержание. Вот такие раздавали Новый Завет, вот карманы. Это их издание. И, ну, они говорят о себе. Кто они? Там ничего нету плохого. Ну, крестик они не ставят. Ну, не в крестике же дело-то. Так что, нужно оставать Евангелие. Примерно 30-50 тысяч. Этим летом мы думаем увеличить наше благовестие минимум в шесть раз. Уезжать не по воскресеньям, а уезжать на неделю, а может и на две. Братья, подумайте, возьмите отпуска, у кого машина, покупайте фаркопы. Это уже за ваш счет. Прицеп обсудить сегодня и посмотрите, этот или нет. Там с Урала советники есть, где Володя Пищников. И Новые Заветы. Новые Заветы примерно, ну, тоже 3-5 тысяч. Нужно достать. Мы будем грузиться, уезжать из деревни в деревню и перейдем в другую область. Мы на Кемерово сунемся и Красноярский край достанем. То есть у нас реал... Потому что мы идем в одном направлении, а обратно не надо. Вот уехали нынче в Коробейниково. 250 километров. А к вечеру обратно 250. А там километров 30 мы остановились. Опять километров 40 остановились, ночевали. Кто-то примет ночевать. Может быть в поле где-то будем ночевать. Как готовить все это надо обсудить. Мы благовестничественская община и молитвенная. У нас назначают круглосуточную, салтыр считается, чтобы все это приносили в молитву. Подводим итог. Изнаны книги, 38 книг. В каждом селе, в районе, где мы выступаем, в библиотеке, дарим наши книги. Чтобы понятно было, что это не копейка, мы на миллион сто тысяч за два года подарили. За неполных три. А учитывая, что у нас община небогатая, то это уже для нас довольно достаточно. На благовестие. Буду я, не буду, никакой роли не играет. Давайте какие советы ваши. Мы думали машину покупать. Потом отговорили, что она зиму не работает, пропадет. Я ничего не понимаю. Это мной вертит, как хотят. Но я все-таки соображаю, что они говорят правильно. И спорят ни с кем не спорят. Но в твердом стое и китайское что было, и было только новое. Как в песне поется, за ценой не постоим. Если оно будет не больше семидесяти тысяч, мы это потянем. Потянем, не собирая денег. Деньги все собираете. И когда все, каждый месяц откладывайте. Не забывайте, у нас ящичек, еще в ящик откладывайте для нужных местных. А когда будет сбор, сбор мы этот сделаем, я не знаю, через кого. Людмила Степановна где у нас есть? Здесь. У детей там она. Здесь она нет, Людмила Степановна. Там, там. На кухне на ней. И она. Иди сюда. Значит так. Ты имеешь дело к нашей кассе. Так. По благовестию на нее деньги. Я спрошу всеобщим. Вы ей доверяете суммы эти в руки? Да. Только хранить это не дома. Потому что тебя неблагонадежно... Так. Кто против того, чтобы она заведовала средствами, которые вы соберете на благовестие? Против. Кто против? Против никого нет. Против. Значит, будем считать, что тебе все доверяют. А правда это доверие? Это подозрение. Эти деньги мы тебе заберем. Собедя, вы меня не оставляешь. Спасибо. Какой что? Вот так. Мы это сделаем, когда? Когда наступит июнь. Я туда поеду. В это время прицеп должен стоять. Фаркопы уже очищены. Николай, не отвлекайся. Проверь, чтобы у всех братьев были фаркопы. 750 килограмм, но это они утащат. Вот. Так. Что у нас потеряно было? Потеряно место для занятий в университете. Я думаю, это не случайно. Количество посетителей все время уменьшалось. И поэтому число людей, которые там в последнее время были, они вполне вмещаются в этом помещении. И Господь это усмотрел, что мы... Но я ходил туда, обратно, в неделю, два раза, четыре рейса, пешком я молотился туда и сюда. Семнадцать лет, только в один университет. Но Господь что-то усмотрит. Что я не знаю. Но я каждый день молюсь. Три молитвы, которые в одной. Первое. Господь, дай нам еще священника. Второе. Место для занятий. Определить, где мы должны быть. Но как угодно тебе. Подвожу итог. Я свое не ищу. Как тебе угодно. Обязательно, чтобы Господь ответил. А не мы сами. Мы можем принять священника уже завтра. У нас есть кандидатуры, которые... Но они будут делать так, каким хочется. А нам нужно так, чтобы он все сверял по Слову Божию. Пока остановите, не принято. Где-то никуда не делится. Кто дал сигнал вам этим заниматься? Кто-то все-таки дал сигнал? Вот какие вы дружные-то, мои сестренки, а? Так. Теперь я хочу услышать вас. Вот оно. У вас хочу услышать. Кто желает что-то сказать? О учительных воспоминаниях. Что-то в программу на будущее внести. Я скажу об объединении. Разговор больше не ведите. Только молитесь. Никто ничего не знает. Но объединение с Московской Патриархией это намертво объясняет. Никогда не может быть. Никогда. В том состоянии, в котором они есть. А мы-то, такие как есть, нас изменять нельзя. Это абсолютно недопустимо. Это все равно, что уничтожить, сжечь и прочее. Так, кто желает что-то сказать? Давай. Вот с той стороны. Давай, Виктор Андреевич. Вчера на службе Игнатик сказал об этом, что надо бы вот отметить дату эту 21 год. Дата серьезная, хотя и не очень большая. Я подумал, боже мой, а кто же будет? С кем же мы будем отвечать-то? Народ-то никого нету. Однако явились. Явились, потому что столы будут. Дай Бог, чтобы нет. Воскресенье. Ну дай Бог, чтобы за духовной пищей вот так нарвались. Не обижайтесь. Не обижайтесь, потому что в субботу не ходите. На себя вы обижаетесь, прежде всего. Потому что не ходите. А я говорю вам каждый раз об этом в воскресенье, потому что в субботу вас нет. Ну а теперь о празднике. А зачем? Я вспоминаю с благодарностью то время, тот час, когда я познакомился с Игнатиконовичем. Это было в день крещения дочери, когда мы, долго плутая, выехав рано из Барнаула в сторону Потеляевки, искали эту самую Потеляевку. Она так потерялась, что мы ее очень долго искали. Но нашли, нашли. И вот там я впервые услышал слова о том, что есть истина, что есть Христос, что есть Библия, что эту Библию, оказывается, нужно изучать, и изучать всю жизнь, и жизни мало для изучения Библии. Там была моя первая исповедь, за которую мне стыдно и до сих пор, которая была не исповедь, а самовосхворение. После были занятия в Эдогрогическом университете, потом в Алтайском государственном университете. Радостно было видеть увеличение числа слушающих эти занятия, эти беседы по изучению Слова Божия. Мы действительно были с открытыми ртами и ушами, впитывали, как губка, слова истины Христовой из уст нашего проповедника. Я с благодарностью вспоминаю те дни, когда мы пребывали на Никитина, в этом доме, на втором этаже. Это небольшой дом, это небольшая квартира, но умещала много желающих людей познать истину, познать цену дружбы, общения друг с другом. И вспоминаю тот день, когда моего сына принесли мы после крещения через полгода. Это был как раз праздник крещения 19 января. И опять очередной раз было застолье также в этой квартире. Там Игнатий соорудил такой стол, выдвигался, раскладывался из картона, просто все. И очень быстро и легко это улаживалось. И гостеприимная Надежда и все мы дружно садились за этот стол и трапезничали. Вот эта трапеза у нас и до сих пор продолжается. Слава Христу, что я имею вас, дорогие мои братья и сестры. Я рад, что нахожусь среди вас. Благодарю Господа за это и прошу, чтобы Господь сподобил нас, как община Анфимарика Медийского, чтобы наша община взошла на небеса всем нашим составом. Да сподобит нас Господь этого. А нашим батюшке Игнату Тихоновичу многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Хватит, хватит. Ну, еще кто хотел сказать? Я. Ладно, посмотрите.